Вы знаете, мне кажется, что наш театр стоит на правильном пути. Мы стараемся быть интересными, актуальными, важными в жизни горожан и приезжающих в Одессу людей. Для того, чтобы человек, приехав, побывал на любом мероприятии, проходящем в театре, будь то репертуарный спектакль, будь то сегодняшняя программа, когда человек уедет или уйдет со спектакля и останется под глубоким впечатлением о том, что Одесса всегда находится в творческом поиске, и в частности Одесский национальный академический театр, опера и балета. Я очень горда тем, что, несмотря на страшную пандемию, которая нас точно так же будоражит, и мы точно так же болеем, как все люди, но мы стараемся быть в тренде, быть актуальными и быть интересными. И вот сегодня как раз у нас премьера, начало той большой программы, которую мы затеяли для себя и, конечно, для наших любимых одесситов и маленького населения, маленьких деток, которые в перспективе потенциально станут нашим зрителем. Именно с этой целью у нас будет достаточно пространная и, на мой взгляд, очень интересная программа, которая ступенчато будет обучать деток тому, что происходит в театре, что такое оркестр, например, сегодня, кто такой дирижер. И в игровой форме, интерактивное участие деток в программе, мы будем стараться подавать детям тот непростой материал для восприятия, чтобы в перспективе, когда они, даже не будучи музыкантами, станут взрослыми людьми, они захотят с радостью пойти в оперный театр и будут понимать, что здесь происходит, и будут находиться, скажем так, в ногу с достаточно восприятием достаточно непростого вида искусства. Балет несколько легче воспринимается, потому что, в общем-то, там пластика и работа тела, а здесь работа ума, восприятие музыки и, придя в театр, должен понимать, с чем он столкнется. Вот, собственно, такая задача у нас. И, конечно, сегодня мы еще открываем, на мой взгляд, очень интересную форму работы с малышами – это семейный клуб. И я надеюсь, что у нас будут постоянные посетители семейного клуба, мы будем им интересны и с радостью будем их ждать. И, конечно, пользуясь случаем, хотела бы сказать, что, обращаясь к одесситам и гостям города, приходите в театр. Да, сложное время, пандемическое, сложное, но здесь так интересно и так тепло, и столкнувшись с искусством, вы полечите свою душу. Когда мы говорим о том, что мы хотим учить детей, я считаю, что нужно обязательно учить и взрослых, и родителей. И поэтому замечательно, что семейный клуб захватывает именно и эту аудиторию. Конечно, родители, приходя с детьми, опять же будут постигать какие-то, может быть, азы, если для них это сложный вид искусства, а может быть, дома деткам будут тоже рассказывать о том, что они уже прослушали, это тоже очень важно. И я надеюсь, что такой комплексный подход к восприятию классической музыки будет важным и очень актуальным. Мы желаем вам большого успеха. Спасибо большое. Спасибо вам за вашу работу. Молодцы. Мы стараемся. А сейчас полным ходом идет репетиция Катерины, и вы знаете, нас ожидает реально очень интересное событие. Это такая красота, и это не такая ноги-гар. Знаете, вот когда пришли, сидим, вот это страдаем, умыраем. А здесь все обряды, праздники, это все с таким, ну, каким-то настроением хорошим. Это так будет красиво. В общем, я уповаю на то, что мы сделаем украинский прорыв, как говорит, во вкус. Сделаем. И даже лучше. А когда планируется Катерина? 26 и 27 мы посвящаем ее марта. Мы посвящаем ее Международному дню театра. Ну, так, чтобы это было, скажем, приятно, да, подарить городу такой подарок. И, соответственно, поздравить всех с Международным днем театра, премьерой сучастного украинского композитора Александра Родина. Ну, и кроме того, на постановку Катерины уже затрачено огромное количество денег. Больше всего, по-моему. Да. И спросите, где мы берем эти деньги? А я вам отвечу, мы их зарабатываем вот этим вот трудом, вот этими событиями. У нас нет никаких дополнительных ресурсов. И вы знаете, я очень горда опять же тем, что мы так рачительно и правильно используем средства. И они отдаются нам в столице. Мы зарабатываем, вкладываем их и снова растем, продвигаемся, покупаем новое оборудование, делаем спектакли. Ну, в общем, мы живем красивой, правильной жизнью. Так, как должно быть. Чтобы вот мое мнение, чтобы в государстве вот так все функционировало, как в нашей церкви, и мы бы жили в прекрасной стране. Это говорю я с полной ответственностью и с честью. Это не предвыборная программа. Нет, абсолютно. Уже все произошло. Это все произошло, это любимое детище, и оно отвечает любовью. А если мы будем просить вас президенты, например? Вы знаете, мне кажется, что наш театр, это, как говорил Александр Григорьевич Самуил, это как Ватикан в Риме. Это свое государство. И дай Бог, чтобы мне удалось удержать в этом государстве правильное руление и получать от этого удовлетворение. И собственное, и в первую очередь для зрителей, ну и, конечно, для нашего прекрасного коллектива. Потому что у нас потрясающий коллектив, необыкновенные творческие силы, мощные, которые, знаете, стоят, как лошади, готовые к бою. Вот сейчас они рванут, как мустанги, только обузданные. И вы услышали, как они репетируют. Это же просто море удовольствия. Ну, я думаю, что вы каждый день бываете свидетелями того, что происходит у нас и за лоштунками сцены, и в залах. И видите, что это ненадуманно и непридно. Спасибо вам. Спасибо.